К примеру, мы можем для экспортера оказать услугу обучения его в центре Сколково. Если в прошлом году общий объем наших поручительств составил чуть больше миллиарда рублей, то в этом году уже 2 миллиарда рублей. Это федеральная программа «Азбука предпринимательства», которая настроена как раз на то, чтобы человеку дать возможность примерить на себя предпринимательский костюм. 14-летние реальные ребята, которые уже с продуманными, хорошими идеями стартуют и получают уже первые деньги. Ресурс, который у нас есть, он позволяет привозить по-настоящему лучших экспертов и практиков, которые на рынке стоят очень дорого. Мы предлагаем их знания на нашей площадке для предпринимателей и для предпринимательниц бесплатно. Предлагаю не паниковать. И наверняка внимание к малому и среднему бизнесу будет сохранено, так как это очень важная составляющая экономики не только России, но и Латайского края уж точно. Моё почтение, я Александр Михельсон. Сегодня у меня в гостях Антон Валерьевич Слободчиков, руководитель центра «Мой бизнес», который, кстати, раньше назывался инкубатором. Такое слово прижившееся в народе до сих пор некоторые так и называют. Тем не менее, название другое, а суть работы не поменялась. Это поддержка малого и среднего бизнеса. Антон, вас приветствую в нашей студии. Ну и, наверное, будет логично все-таки вначале рассказать вкратце, чем вы занимаетесь, потому что, предполагаю, не все в курсе. Да, конечно, информации всегда мало. И мы не отказываемся от названия «бизнес-инкубатор», хотя, конечно, мы уже давно работаем в формате центра «Мой бизнес», как МФЦ для населения, но только с услугами для предпринимателей. Слово «инкубатор» очень такое яркое. Ну, наверное, и на своем этапе оно было значимо и показало свою эффективность, и отдача определенная была. Ну и мы продолжили этот путь показания поддержки предпринимателей, ну, гораздо в большем объеме, потому что инкубатор, он осуществлял поддержку и имущественную, и образовательно-консультационную. Мы же этот набор очень масштабировали. Сейчас на нашей площадке в центре «Мой бизнес» на Молотобольской, 19, ну, самый широкий спектр услуг от финансовых до образовательных и по самым различным направлениям, как для начинающего бизнеса, так и для тех, кто только собирается стать предпринимателем, так и для опытных уже предпринимателей, которые работают и на экспортных уже направлениях, и в социальном бизнесе. Ну, вот смотрите, есть управление по предпринимательству Алтайского края, есть еще некоторое количество организаций, общественных, государственных, которые так или иначе бизнесу помогают. Вот ваша часть работы, может быть, мы перечислим все-таки так вкратце хотя бы тот объем, что вы делаете? В основном это сервисы и услуги для предпринимателей, начиная от консультаций, поведения и начала бизнеса в самых различных, от юридических, налоговых, любых других. Это платные услуги? Нет, это бесплатные услуги. Я обозначу сейчас наши, наверное, ключевые особенности. Это образовательная поддержка, как вот для тех, кто только собирается стать предпринимателем, кто только делает первые шаги, для действующих предпринимателей. Для всех разные, конечно, контенты, набор образовательных компетенций мы предлагаем. Это тоже бесплатные услуги. Это семинары какие-то, обучения? Мы, мастер-классы, мы очень разные форматы предлагаем ежегодно, исходя из запроса предпринимателей, исходя из той темы, которая им важна, и тех направлений повышения компетенций, которые им актуальны в этом году. Это, конечно, поддержка экспортеров, очень важный блок, с которым мы работаем. У края большой экспортный потенциал, и мы предлагаем здесь услуги и выхода на внешние рынки, и организации бизнес-миссий, и выставочных мероприятий за пределами края. Мы в прошлом году только, вернее, в этом году, он заканчивается, этот год я уже его считаю немножко ушедшим, да. Мы провели 13 бизнес-миссий, 11 выставок организовали за пределами Российской Федерации. Это тоже очень большая работа, и с экспортерами у нас в этом плане очень тесная связь. Плюс образовательные мероприятия именно для них, для повышения их компетенции, очень много нюансов у экспортной деятельности, и мы стараемся их расшифровать. Это тоже бесплатные услуги в большей степени. Есть масштабные, к примеру, для экспортеров образовательные программы, где есть элементы софинансирования услуг. К примеру, мы можем для экспортера оказать услугу обучения его в центре Сколково по повышению своих компетенций. Так называемый экспортер 2.0, образовательный курс, в рамках которого они реально вырастают как предприниматели и как экспортеры. Это довольно дорогостоящее мероприятие для предпринимателя, и большую часть затрат, по 70%, берет на себя центр. Для социального бизнеса точно так же большой набор услуг, подготовки информационных материалов об социальном бизнесе, ролики, продвижения в интернете, презентационные материалы, плюс образовательные программы, которые не только на уровне края уже зарекомендовали себя, но и транслируются как лучшие практики на Российскую Федерацию. А давайте расшифруем, что такое вообще социальное предпринимательство. Это особое понятие, сейчас, слава богу, закрепленное уже законодательно с прошлого года. Социальные предприниматели – это определенный статус, который дает и определенные преференции, но и определенные возможности, доступ к определенным возможностям. На сегодняшний момент это четыре категории предпринимателей, которые могут быть отнесены. Те, кто работает с социально уязвленными слоями населения, с инвалидами, с людьми с ограниченными возможностями, с многодетными семьями, с одинокими. Кто оказывает им услуги, кто принимает этих людей к себе на работу и кто оказывает услуги по оздоровлению, обучению, тоже не только уже с этими категориями, но, к примеру, с детьми, с пенсионерами, с очень разными социальными слоями. Это все социальный бизнес. И какие преференции для этого бизнеса есть, если они к вам обращаются, такие предприниматели? Ну, вот под перелечение услуг, которые я уже обозначил, начиная от продвижения образовательных услуг и заканчивая грантовой поддержкой. Несколько лет подряд эти предприниматели имеют возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей безвозмездных ресурсов для реализации своих проектов. Раньше у вас была, по крайней мере, такая услуга, как предоставление площади, условные аренды бесплатные. Она сейчас осталась такая функция? Да, мы ее даже немножко масштабировали. Мы сделали пространство каворкинга в своем центре. Предоставляем услуги краткосрочной или долгосрочной аренды для тех предпринимателей, кому это интересно для проведения своих рабочих процессов, для проведения командной работы, под тренинги, под вебинары. У нас эти все условия созданы и ими активно пользуются. То есть, если я правильно понимаю, любой предприниматель, по сути, может прийти к вам в гости и попросить, в том числе, финансовую какую-то помощь. Вы занимаетесь и как финансовая организация, какими-то кредитованиями, я так понимаю, тоже есть, да? Это историческое наше направление работы. Мы, как Центр мой бизнес, как Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, выросли из Алтайского гарантийного фонда. Это институт государственной поддержки, тоже финансовый, который предоставляет поручительства по банковским кредитам. Если у предпринимателя не хватает своего залога обеспечения, а это частая очень проблема, когда нечем обеспечить взятые ресурсы, то мы можем поручиться за предпринимателя в довольно серьезных объемах. К примеру, в этом году мы увеличили свой лимит оказания этой формы поддержки с 25 миллионов до 50 миллионов. И по одной сделке мы можем до 50 миллионов поручиться за предпринимателя. Это уже серьезная сумма. Здесь довольно серьезные суммы, действительно. Если в прошлом году общий объем наших поручительств составил чуть больше миллиарда рублей, то в этом году уже 2 миллиарда рублей. Проговорили про социальное предпринимательство. Вот сейчас есть еще один пласт, так скажем, людей, которые называются самозанятые. Не только ИП, но и самозанятые. Недавно у нас был ровно на вашем месте депутат Госдумы. И он сказал, что согласно статистике, а он возглавляет в Госдуме комитет по предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Он сказал, что на Алтае и СИП все хорошо по статистике, а вот самозанятых почему-то меньше, чем в соседних регионах. Тем не менее, почему так? И можно ли к вам обращаться самозанятым и вообще? А может быть, когда у человека вообще нет никакого статуса предпринимателя, такой человек может к вам обратиться по какому-то вопросу? Ну, в полемику со столь серьезным оппонентом вступать не буду. Но на самом деле не все так. Мы прирастаем и в количестве индивидуальных предпринимателей, это так. И сейчас статистика говорит, что на 3,5 тысячи прирост по этому году. И количество самозанятых за год только увеличилось на 34 тысячи. А сейчас более 100 тысяч самозанятых. Начинали мы не так давно, это вот несколько лет последние. Очень активно люди заходят в эту форму. Они, конечно, видят и те перспективы, которые дает самозанятость. Это, во-первых, возможность легальной работы, возможность получения тех же мер государственной поддержки, которые и мы предоставляем. Точно так же, как для предпринимателей, так и для самозанятых. Это и образовательная поддержка, и консультационная, и финансовая поддержка в том числе. И воспользоваться нашими поручительствами по банковским кредитам, и микрозаймами фонда финансирования предпринимательства, который тоже в рамках Алтайского центра «Мой бизнес» существует и работает на нашей площадке. Все это может самозанятым. Тем не менее, нужно быть либо ИП, либо самозанятым, либо ООО. Ну, какую-то такую форму иметь. Просто человек, который вдруг решил чем-то заняться, он может к вам обратиться? Конечно. Еще одна категория, с которой мы работаем, это люди, которые хотят заняться бизнесом, у которых есть какая-то идея, они приходят, и мы точно так же им предлагаем либо пройти образовательную программу, есть федеральная программа «Азбука предпринимательства», которая настроена как раз на то, чтобы человеку дать возможность, ну, примерить на себя предпринимательский костюм, так сказать. Сориентироваться. Со своей идеей пройти через все модули от разработки бизнес-плана до продвижения его на целевую аудиторию. Вот этот интенсив четырехдневный, он у нас часто проходит. Я приглашаю тех, кто заинтересован в создании своего дела, прийти на эту программу, она действительно хороша. И это тоже бесплатно? И это тоже бесплатно. Каким-то образом нужно формализовать отношения предпринимателя и бизнес-центра, либо это, ну, то есть как-то вступить, написать заявление какое-то, или это просто можно, вот человек с улицы условно пришел, я предприниматель, и этого достаточно? Этого достаточно, по большому счету. Та формальная составляющая, которая у нас есть, но все-таки это государственная поддержка, она минимальна. Есть, если это серьезная услуга какая-то, ну, финансовая, к примеру, там, или участие в образовательной программе, серьезное, или участие в выставке, ну, здесь подключается несколько там другой алгоритм. Просто консультацию получить может любой человек, придя на Молотобольску-19, физически в наш фронт-офис, либо обратившись через сайт, через горячую линию, которая у нас существует и работает. Все эти форматы простые и возможны для обращения в центр мой бизнес. Кроме состоявшихся предпринимателей, я предполагаю, к вам обращается и молодежи много, вот которой как раз и нужно сориентироваться, стоит ли заниматься бизнесом. Есть у вас такая тема, фабрика бизнес-идей. Вот про нее немножко расскажите, о чем это и как это вообще происходит физически. Ну, это один из проектов, которым мы гордимся, на самом деле. И несколько лет назад мы получили премию, национальную премию, среди центров мой бизнес за реализацию этого проекта. Это особый формат работы с молодежью, когда мы не только проводим образовательный какой-то модуль, но мы и упаковали это в настоящее реалити-шоу. Телевизионный проект, мы его совместно с нашим партнером Катун24 реализуем. И это подразумевает то, что ребята, которые попадают в эту воронку, образовательную, менторскую, экспертную, со своей идеей проходят весь путь. От образовательного модуля, потом сопровождение менторам, наставникам, из лица действующих предпринимателей. И все это еще через формат телевизионного шоу. Для того, чтобы и другие, не только участники, но и те ребята, которые смотрят этот проект в YouTube на нашем канале, понимали, что можно сделать эти первые шаги, можно в совсем различных направлениях себя найти и реализоваться, как предприниматель. Такой проект направленный на популяризацию предпринимательства. За 4 года более 3000 проектов через эту воронку прошло. У нас в этом году состоялся уже четвертый финал. Очень интересные разноплановые проекты. Всегда удивляют ребята своим видением предпринимательства, своими подходами, своими идеями. Это такой вдохновляющий для нас во многом знаковый проект. А есть какое-то ограничение по возрасту или вообще каким образом туда попадают люди? Ограничения есть от 14 лет до 35. От 14 лет? От 14 лет. У нас есть своя категория от 14 до 17. Это школьники. И это отнюдь не самые слабые проекты. В финал они тоже в этом году вышли и очень хорошо себя показали, презентовали. Это определенное удовольствие, когда видишь, что в таком возрасте есть 14-летние реально ребята, которые уже с продуманными, хорошими идеями стартуют и получают уже первые деньги от своих идей. А что это за проекты? В какой сфере? В самых разных. Вот в этом году у нас было и создание чат-ботов, таких уже коммерческих, серьезных для разных, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, в таком потоковом режиме. Парень очень достойно показал, что на этом можно делать деньги. Второе – это разработка наборов для робототехники. Ну и ряд других очень интересных тем, начиная от переработки вторсырья, кончая социальными проектами, работами с пенсионером. Вот в прошлом году был от школьников, для меня было удивительно слышать, проект по созданию мастер-классов и работы с пенсионерами. Ну да, с какой-то коммерческой составляющей, но это, в принципе, перспектива на хороший такой крепкий социальный бизнес. А по каким критериям вы финалистов выбираете? Это чисто финансовый результат? Нет, видите, это не конкурс бизнес-проектов, реализованных, это конкурс бизнес-идей. Они приходят с теми еще даже не начавшимися воплощаться идеями, которые они планируют сделать. Весь этот путь, который они проходят на фабрике, они эти шаги начинают делать. Они создают минимальный жизнеспособный продукт, они начинают исследовать глубже свою целевую аудиторию, и это дает результат. Они либо становятся крепче, либо, бывает, что и меняют свою идею. Но оценка наша в конце из разных составляющих, не финансовый результат этого проекта, а интересность идеи, подход самого инициатора к его, как бы, и навыке презентации, в том числе, которые сейчас очень важны, как он мог продать свою идею нам, в том числе, экспертам и сообществам. Много составляющих. Конечно, они во многом субъективны, но, как всегда, побеждает сильнейший, самый активный. А среди этих идей есть реализованные именно как бизнес настоящий? Да, мы рады показать, как пример первого победителя, к примеру, на фабрике бизнес-идеи нашей, это Данил Рубцов. Он победил 4 года назад с проектом «Роллер-школа», создание «Роллер-школы». Он был в самом начале пути, и сейчас это уже состоявшийся предприниматель со своей командой, и он в этом сезоне выступил уже наставником для ребят, которые только заходят в предпринимательство. Как бы то ни было, есть, тем не менее, еще одна категория наших сограждан – женщины. И вот почему-то женское предпринимательство, оно часто выделяется. Есть какие-то особые условия для женщин-предпринимателей у вас? Есть. Есть они. Мы этот интерес чувствуем всегда от женской аудитории. Если анализ провести тех участников наших образовательных активностей, то, наверное, процентов 65 – это будет женщина-предпринимательница. Ну, я склонен считать, что это, исходя из природы женской, открытой, любознательной, не боящейся сказать, что она чего-то не знает, прийти, получить эти знания. И самое важное, что и начинать реализовывать их. Потому что я всегда, говоря с участниками наших образовательных программ, желаю им, чтобы те знания, которые они получили, не оставались где-то на стенке в виде сертификата, либо в багаже, там, в задворках памяти, так скажем. Реальные шаги они сделали для того, чтобы эти знания воплотить. Почему? Потому что ресурс, который у нас есть, он позволяет привозить по-настоящему лучших экспертов и практиков, которые на рынке стоят очень дорого. Мы предлагаем их знания на нашей площадке для предпринимателей и для предпринимательниц бесплатно. Ну, в общем, гендерное неравенство есть. Мужчин вы немножко так обделяете вниманием, судя по всему. Нет, мы не обделяем мужчин. Мужчины просто иногда считают, что они и так все знают. Понятно. Поэтому реже приходят за этим. Вы упомянули форумы. Это, я так понимаю, какие-то глобальные мероприятия. Что за форумы? Какие форумы и что, может быть, планируется в ближайшее время? Мы каждый год пытаемся сделать так, чтобы те мероприятия, которые мы реализуем, были интересны и исходили действительно из запросов предпринимателей. Что им в этом как раз периоде времени важно, актуально. И вот в этом году мы посмотрели в сторону, нельзя отрицать, что маркетплейсы – это сейчас наше все. На каждом углу есть пункт выдачи заказов. Ну, а как работать с ними, чтобы это было действительно в прибыль, чтобы это было эффективно? Ну, немногие знают. И много возникает здесь вопросов, много возникают нюансов. Для того, чтобы их отчасти снять, мы реализовали в этом году такой серьезный форум «Дорога на маркетплейсы». Сделали большую программу тоже с федеральными экспертами. Плюс важная, наверное, тема, которую в этом году мы впервые для себя так серьезно зацепили – это работа с креативными предпринимателями, с креативными индустриями. Это такое новое для нас направление. Мы отчасти работали с гастрономическим бизнесом, который тоже к этой категории относится, с айтишниками, с дизайнерами. Но так, чтобы собрать всех на одной площадке и посмотреть, чем они дышат, и куда вообще это направление развивается, и кто это вообще, и какие более вызовы для них существуют. В этом году мы такую задачу для себя поставили, и первый форум «Мой креатив, мой бизнес» провели. В следующем году мы постараемся его тоже повторить и сделать уже более серьезным. На следующий год планируем очень большую работу по форумной теме, такой, как цифровизация бизнеса, как работа с нейросетями, с цифровыми сервисами, как это поможет помочь предпринимателю свой бизнес улучшить и получить более серьезный эффект, используя эти новые интересные инструменты. Начало следующего года какое мероприятие, чтобы стимулировать людей? Начало года, да. Согласен, можно презентовать уже, я думаю, в форум, который мы близко к 8 марта проведем именно для женщин-предпринимательниц. Опять для женщин? Опять для женщин-предпринимательниц. Ну, запрос есть, мы не можем его не удовлетворить. Количество людей, которые могут попасть на этот форум, оно конечное, я так понимаю? Ну, как и все, всегда. Это тоже часть стимула, да? Конечно. Мы исходим, конечно, из площадки, которую мы будем задействовать в рамках этих форумных событий. Если это наша площадка, ну, конечно, это не более 150 человек. Если другие залы, это зависит от зала. Но плюс мы всегда стараемся дать возможность онлайн-участия в наших мероприятиях. У нас настроены YouTube-вещания. На нашем канале, кстати, в YouTube можно посмотреть и предыдущие наши форумные события, в том числе некоторые отследить. Поэтому форматы доступа и онлайн, и оффлайн. Лучше всегда оффлайн-участие, когда можно и вживую пообщаться и с экспертами, которые приезжают, и с коллегами-предпринимателями для того, чтобы выстроить так называемые короткие связи. И какие-то, может быть, еще бонусы от этого участия получить. Антон, ну и не могу не спросить. Много очень разговоров идет насчет вообще, есть ли деньги, да? Потому что ситуация в мире и в России непростая, мягко скажем, экономически. Не будет такого, что вы часть программ просто своих свернете, и там уже софинансирование будет меньше? Или можно не беспокоиться? Ну, 2024 год – это год еще реализации национального проекта развития малого предпринимательства. Ресурс, он уже согласован, выделен, и мы понимаем его объемы. Они примерно сопоставимы с прошлогодними и с до этого тем объемом ресурсов, который у нас был. Поэтому те программы, которые мы замыслили на следующий год, тот набор услуг, который хорошо себя зарекомендовал в прошлые годы, он будет сохранен. То есть, как в той рекламе, деньги есть? Деньги есть, да. Плюс у нас есть и собственные ресурсы, в рамках которых мы работаем, исходя из финансового нашего направления. Поэтому в этом плане я предлагаю не паниковать, и наверняка внимание к малому и среднему бизнесу будет сохранено, так как это очень важная составляющая экономики не только России, но и Алтайского края уж точно, потому что доля малых предпринимателей в нашем валовом продукте, она очень велика. Я благодарю вас за интервью, желаю всяческих удач в следующем году, в том числе и в формате моего бизнеса. Ну, а от себя буквально два слова. Все те мои знакомые, их много предпринимателей, которые так или иначе сталкивались с центром «Мой бизнес», остались, вот искренне говорю, довольны и образовательными историями, и финансовыми историями. Так что, если вдруг вы не знали о такой форме поддержки, то вот welcome, обращайтесь. Милости просим. Да, адрес еще раз. Молотобольская, 19. Самый центр города. В общем, спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо.